Этот футбольный сезон завершился весьма удачно. Даугавпилл стал бронзовым призером первой лиги. Лишь пары очков не хватило клубу, чтобы постараться вернуть себе утраченное место в ведущем чемпионате Латвии. Кроме того, выиграв вторую лигу в новом году в первый выступит еще один местный клуб – ЛДЗ Карга. Обе команды запрашивают финансирование городской думы. И этот пункт вызвал недоумение у некоторых членов бюджетной комиссии. В том проекте финансирования клубов, который подготовила спорта Парвелда, конечно, есть новости. Неожиданной новостью является предложение вторую по величине суммы выделить новому клубу Карга, который ничего не совершил, из второй лиги просто перешел в первую. Там нет ни болельщиков, ни молодежи, ни спортшколы, и спортивных результатов нет. Поэтому я думаю, что мы можем понять, когда мы уделяем 90 тысяч команде, которые играют в первой лиге, там третье место заняло в этом году, где огромная академия футбола, и то мы им уделяем. Планируется, по крайней мере, 90 тысяч. То здесь, в структуре железной дороги, я ожидал, что они дадут деньги на развитие спорта, а здесь надо поддерживать их выступления на уровне чуть выше любительского. Нет оснований. Пока точно неизвестно, какое финансирование требует ЛДЗ Карга. Но, скорее всего, сумма не будет сильно отличаться от той, что выделяется детскому футбольному центру Даугавпилс. По предварительной информации, речь идет о 100 тысячах евро. Однако, Яни Слачплесис сомневается, что этот проект найдет поддержку. Будет ли он, дойдет ли вообще до рассмотрения на бюджете, это еще тоже открытый вопрос. Я так понимаю, что вы планируете задавать по этому поводу ряд вопросов? Нет, конечно. Для меня это, как бы так, есть же критерии, в конце концов. Наличия зрителей нет. Спортивный результат тоже нет. Болельщики тоже нет. За что деньги тогда-то? Тем более, структура железной дороги. Это не самая бедная структура, которая поддерживает, развивает спорт.